16 марта в рамках работы Межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США при Демидовском университете состоялась международная научная конференция «Россия-Америка. Диалог культур». Руководителем конференции выступил профессор Юрий Иерусалимский. Данное мероприятие вызвало живой отклик у молодежи. Были вопросы, которые свидетельствовали об истинной заинтересованности студентов прошедшим форумом. Данное мероприятие показывает высокий уровень нашего университета, высокий уровень нашего факультета и группы Межведомственной рабочей по изучению истории российско-американских отношений и особенно русской Аляски. В форуме приняли участие американские и отечественные историки, представители Московского государственного областного университета, Московского государственного лингвистического университета и РГУ имени Демидова, Рязанского государственного университета имени Есенина, Стэнфордского, Корнельского и Аляскинского университетов. Конференция, которая сейчас проходит в Ярославле, безусловно, является очень важной. Она как раз показывает связь Ярославля и Русской Америки. Почему? Дело в том, что многие представители Ярославской губернии принимали участие в освоении Русской Америки. Здесь мы говорим и о крестьянах, и о купцах, и даже о выдающихся государственных деятелях. Сегодня перед нами выступала Дон Блэк. Это выдающийся исследователь Русской Америки, которая показала, как русские и какую они роль сыграли в ее освоении. Вы знаете, сейчас происходят тенденции в мире, когда в определенном плане замалчивается русское наследие. И сейчас нам важно показать, что есть люди, которые его развивают и поддерживают. На протяжении нескольких лет российские и американские историки и археологи обмениваются идеями. Это своего рода диалог между двумя сторонами Берингового пролива. Они могут совмещать эти идеи, избавляясь от противоречий между людьми. Благодаря этому люди будут видеть друг в друге в первую очередь человеческое. Сейчас в моем родном городе Кадьяк я сталкиваюсь с проблемами. Молодое поколение, а также коренное население Аляски хотят защититься от давлений не только американцев, но в первую очередь русских. И они получают хорошие деньги от государства и юридических лиц. Мне в частности не нравится, что последний год происходит в моем родном городе в музее Бараново, который долгое время представлял собой часть русской колониальной культуры. Он построен непосредственно русскими. Это одна из самых старых построек в Аляске, относящаяся к 18 веку. Но недавно люди попытались изменить направленность музея и убрать русскую точку зрения насчет русского периода в Аляске. Я как гражданин Америки чувствую, что американцам должно быть промывают мозги. На мой взгляд, это своего рода промывание мозгов. Я не хочу, чтобы моим детям промывали мозги. Вот почему важно посещать конференции наподобие этой, чтобы узнавать о том, что происходило на самом деле, что было отражено в реальных документах, знакомиться с людьми, которые изучают эти вещи, и вместе мы можем обмениваться нашими идеями. По факту, миссия музея Бараново делиться своими идеями на самом деле не выполняется. Они нарушают собственные принципы. Знаете, я не могу поверить, что это происходит в моем родном городе, и я хочу изменить это. Думаю, конференция поспособствует этому, по крайней мере символически. Я думаю, что эта конференция будет помогать, в то же время символически. Большую помощь в организации оказали ректорат Демидовского университета и правительство Ярославской области. В итоге было принято решение сделать конференцию ежегодной. Это подчеркивает высокий уровень исследований историков ИРГУ в области изучения российско-американских отношений, что признается ведущими отечественными и зарубежными учеными. Редактор субтитров А.Семкин